ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И я думаю, что уже многие из вас начали маркетинг социальных медиа, общение со своими клиентами в соцмедиа, а кто-то только присматривается к этому. Я расскажу о том, как выходить в соцмедиа и дам советы для тех, кто уже ведет деятельность, основанные на нашей практике, что стоит делать, чтобы достичь успеха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы хотел вас спросить, поднимите руку, кто занимается маркетингом социальных медиа, отвечает своей компанией или в агентстве за это направление? Да, достаточно я вижу руку. Думаю, что те, кто нет, готовятся к тому, чтобы заняться соцмедией или ведрить свои компании. Итак, победы в соцмедиа от Microsoft. С чего стоит начать? Да, самое главное, что у вас должна быть внутренняя экспертиза перед тем, как заниматься маркетингом соцмедиа. То есть вы должны понимать внутри компании, что делать, на каких платформах, как делать, для чего это вам. Есть несколько способов, как получить эту экспертизу, эти знания. Вы можете, возможно, вы лично, человек, который в этом заинтересован, разбираетесь, и вы тот специалист, который будет этим заниматься. То есть вырослить внутри человека, который хорошо понимает эту среду. Вы можете принять готового человека в агентствах или в других компаниях. Вы можете начинать вместе с консультанта, разработать вместе стратегию, пойти вместе к агентствам и выбрать тех, кто будет успешно реализовывать эту стратегию. От 3 до 5 месяцев вам будет достаточно поработать, чтобы понять, что делать, научить персонал и двигаться дальше самостоятельно. После этого, когда у вас есть экспертиза, вы можете идти к агентствам. То есть это актуально для среднего и крупного бизнеса. Если вы малый бизнес, то, скорее всего, вы будете делать все самостоятельно. Агентства уже могут вам помочь и со стратегией, и отдельные компании, и ведение сообществ и так далее. Еще вам необходима стратегия. Вы должны понимать, что вы будете делать в соц. медиа и для чего. Каких целей хотите достигнуть. Ее желательно сделать до того, как вы поймете в соц. медиа. Вариант начать что-то делать по чуть-чуть, разбираться и потом придти к тому, что же делать. Если вы идете таким методом проб и ошибок, то вначале не стоит вкладывать много денег. Но если вы понимаете, что прошло несколько месяцев, а внутренние экспертизы все еще недостаточно накопили, чтобы разобраться и пойти полным ходом, то, вероятно, вам нужно привлекать стороннюю помощь. Вот, хотя бы несколько примеров о том, как же может соц. медиа помочь вашему бизнесу. Это и бренд-аверность, и улучшение вашей репутации, и ведение паблик-релэйшнс, и поддержка, саппорт, как при-сэйл, пост-сэйл. Люди могут спрашивать вопросы, как пользоваться вашим продуктом, что умеет, что не умеет, что-то не работает. Это все можно через соц. медиа делать. Выучить ваш колл-центр, чтобы они общались в соц. медиа. Образовывать ваши пользователи. Чем сложнее ваш продукт, тем больше в нем разных фичей, тем больше у людей вопросов о сценариях использования. Продажи. Опять же, чем сложнее продукт, чем сложнее цепочка принятия решений о покупке или не покупке. Люди будут ходить в соц. медиа и спрашивать мнения других пользователей, читать обзоры. Будут прийти на страничку вашей компании и спросить у вас, что к чему. Все и трафик. Вы можете привлекать посетителей на свой основной сайт из соц. медиа. И самое основное – это бизнес-цель. Каждая компания уникальна, у вас есть уникальные свои задачи, общая стратегия. И вы можете увидеть, что соц. медиа вам помогает в этом. То есть из этого всего где-то один, максимум три будут основным. Другие будут дополнительные цели вашего выхода в соц. медиа. Я вижу, что со временем у нас появятся соц. медиа-ориентированные компании. Как есть маркетинг-ориентированные компании, так же и соц. медиа может стать таким основным и центральным элементом в жизни нашей компании. Это скорее актуально для молодых компаний, для стартапов, с молодыми сотрудниками. У них это естественным путем выходит. Когда в ДНК компании находится понимание, что соц. медиа – это та среда, где мы должны напрямую и можем напрямую общаться с нашими клиентами. То есть есть несколько таких направлений – маркетинг, пиар, пи-шар, продажа, поддержка, для которых соц. медиа может стать одним из очень крупных, если не основных, каналов. В существующей организации перестроиться достаточно сложно. Эти процессы уже налажены, и что-то поменять требует организационных затрат. Но вполне возможно, что если ваши конкуренты начнут это выглядеть сейчас, то через два года вы почувствуете, как они вас обходят. Если кто-то начнет оказывать саппорт через соц. медиа, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, то вы увидите, что они используют это как конкурентное преимущество, и с этой инновацией уже обходят вас. Поэтому вы можете начать первыми. Аудитория – это такой краеугольный камень в соц. медиа. Ваша стратегия, она должна… вам поможет, когда вы разработаете стратегию, вы поймете, где ваша аудитория живет, на каких платформах, что она там делает, каковы ей предпочтения. И вы будете общаться со своей целевой аудиторией там. Вам необходима и контент-стратегия, да, что вы будете… какие сообщества вы откроете, на каких платформах, что вы будете там говорить, каким тоном и так далее. Как часто проводить активации, кампании, конкурсы и тому подобное. И важно отметить, что в этом плане вам необходимо привлекать именно тех людей, которые вам нужны, а не всех подряд. Не винаться за большим количеством пользователей. Есть такой, сейчас можно наблюдать в нашем рынке, перекос внимания в сторону Фейсбука. Потому что это платформа, которую все знают, все ей пользуются, она удобная, но не Фейсбуком единым. Не зацикливайтесь только на нем. Есть, конечно, компании, у которых, возможно, вся аудитория, основная аудитория сконцентрирована там. Да, вам повезло. Но, скорее всего, у вас, у пользователей, у ваших клиентов живут не только в Фейсбуке. Есть, как минимум, есть же какие-то три еще основные канала, которые почти любой компании точно нужны. Это ВКонтакте, Твиттер и Ютьюб. Возможно, корпоративный блок вам потребуется. Слайшер, чтобы выкладывать презентации. Другие каналы, да, сегодня тут выступали одноклассники, тоже приглашали. Приходите, открывайте у нас группы. Да, при этом, когда вы запустите страницу, посмотрим. И, конечно, мониторинг. Вам нужно наблюдать, следить, что говорят о вас не только в тех каналах, которые вы сами создаете и в сообществах, а вообще в благосфере, на форумах, следить и принимать решение, реагировать или отвечать на комментарии. По крайней мере, вам нужно знать, что там обсуждают. Это поможет, самый банальный пример, предотвратить кризис, когда он только зарождается. Если кто-то не получил веб-сервис, который он надеялся, он может начать волну негатива в интернете против вас. Вы поймете об этом только уже, когда может стать слишком поздно. И обратите внимание на видео. Это сейчас очень важный канал. Люди хотят смотреть. Они именно так хотят потреблять контент. Смотрение видео в онлайне растет с каждым годом. И сейчас, если, например, веб-сервис, и человек приходит первый раз на вашу страницу, то вам должно быть видео на полторы минуты, которое объяснит, а чем ваш сервис хорош, почему нужно воспользоваться именно им. Долгие, хелпы и много текста люди не воспринимают. Рой. Почему у тебя все время такое вид, когда мы спрашиваем про роу в соцмете? Реторган инвестмент, возвратные инвестиции. Если вы меня спросите, у меня, возможно, будет похожий вид, потому что я тоже знаю, как посчитать рои от всей деятельности в соцмедиа. На самом деле, СММ, социал медиа маркетинг, маркетинг соцмедиа – это как пиар. Сложно очень посчитать рои от всего пиара. Но прекратите им заниматься, и через полгода вы это почувствуете, что вас не узнают, вас не выбирают, вас не помнят. В соцмедиа можно посчитать отдачу от отдельной компании. Можно посмотреть цифры, которые такие промежуточные. Сколько у вас пользователей подключили, сколько из них реагируют на ваш контент и так далее. То есть, прямые бизнес-показатели, сколько мы денег заработали, отсюда сложно вывести. То есть, один из самых важных показателей – это охват аудитории. То есть, если вы правильно рассчитали стратегию, и у вас правильный контент на правильной платформе, то те, кто получают эту информацию, среди них очень большой процент вашей целевой аудитории, и на тех клиентов потенциальных или текущих, которых вы заинтересованы. И очень важно вовлечение, чтобы люди реагировали на ваш контент, потому что только так они смогут распространить эту информацию своими друзьям. То есть, прелесть соцмедиа в том, что не только ваша аудитория ее видит. Если классный контент, то люди делятся ссылками, лайкают, комментируют, шарят, пишут в своих блогах о том, что они узнали от вас. И таким образом вы можете получить вдруг очень большую аудиторию. Поэтому, если у вас 50 тысяч подписчиков на нашей страничке, но показатели говорят об этом очень маленькие, это значит, что, видимо, неинтересно, и этот контент не идет дальше. Публикуются на странице, его очень мало кто видит, и все. Вы что-то делаете не так. Это значит, что надо что-то поменять, нужно немножко другую информацию людям давать. И можно померить, и нужно мерить KPI, K-Performance Indicator с отдельных компаний, то есть ключевые показатели. Сколько людей вы привлекли, сколько из них были активны в вашей активности, что подписались, загрузили контент и так далее. Если вы посмотрите на график вверху, то это примерно как может ваша деятельность в социальных медиа провести. То есть вы стабильно что-то делаете, а потом у вас есть активация. Это какая-то компания, например, дольше 4-6 недель, когда вы предлагаете людям какую-то активность. И вот, на самом деле, очень дорогой слайд, это секреты правильной, хорошей активности, которая дает оттачу выученной не одной компанией, некоторые из которых были у нас успешны, некоторые нет, поэтому можете даже сфотографировать. Когда будете задумываться над активацией у себя, или кто-то из одних из вам предложит, то вы вспомните, что стоит обратить внимание на 5 таких вещей, когда мы планируем активацию в социальных медиа. В первую очередь, это должно отвечать вашей стратегии, вашей бизнес-целе. То есть если мы проводим фотоконкурс, то мы должны понимать, зачем мы этот фотоконкурс проводим. Если вы фотоаппараты продаете, то это очень нерелевантно к вашей деятельности. Но для многих компаний это часто бывает нерелевантно. Это просто активность ради активности. Мы хотим какую-то активность проделать. Но ваша продукция, ваш бренд, они где-то должны быть очень близки к той деятельности, которую вы хотите постимулировать. Ваша активность, она должна быть интересна без дотинга, как я говорю, без призов, без какой-то завлекавки. Если вы разыгрываете iPad, то, наверное, для людей, которым просто интересен iPad, им совершенно безразлична активность вашей компании. Тот же приз должен быть связан с вашей компанией. И активность, она должна быть классной сама по себе. А вот объявляя этот конкурс, например, вы просто подталкиваете людей к тому, чтобы они сделали то, что они и так всегда хотели сделать, но и было временно. Например, если помню такой кейс X-Factor Online, там у них было очень много людей, которые записывали на видео, как они поют. То есть вообще это очень сложная механика для конкурса, доставать людей спеть на камеру, да еще и записать. Но этот конкурс был направлен на тех людей, которые это и хотят сделать. Тут еще шанс попасть на телевизор. Там будут тысячи видео людей, поющих на камеру. Если вы там прорывете дружбу в своей компании, то у вас будет 5 человек максимум. Третий пункт. Обязательно нужно интегрировать вирусный эффект. То есть чтобы пользователи могли привлечь своих друзей. Либо они создают контент, который попадает потом к ним в их ленту новостей или в их блог. Или они что-то пишут у себя в блоге, ссылаясь на ваш конкурс. То есть нужно привлечь пользователей к тому, чтобы они распространяли информацию о вашей активности. Потому что у вас бюджет всегда конечный, да, рекламу, с помощью которой вы продвигаете свою активность. Аудитория у ваших каналов тоже ограничена. Поэтому каждый пользователь, который приведет хотя бы еще трех человек, это очень хорошо. Это повысит вам в несколько раз активность. У нас, по-моему, наша активность Microsoft Word, который тоже получил награду, хотя и не золотую, но пропелли ромбовую. Там чуть меньше 20% людей было шло по рекламе, а более 75% по приглашениям друзей в Facebook. То есть в механику было заложено возможность приглашать друзей. И достаточно ограниченный ресурс был, да, нужно было поставить фотку человека на карту, куда бы он хотел поехать. И поэтому люди приглашали своих друзей. Здесь была вирусность, и она помогла сделать эту компанию успешной. Следующий пункт — это всегда наращивайте собственные медиа. То есть ваше компьюнити, ваше соц. медиа, там, строительство на Facebook, ВКонтакте, аккаунт в Twitter, канал на YouTube — это вот ваши собственные медиа. Вы не распоряжаетесь, публикуете, что хотите туда. И там есть постоянные подписчики или френды. И вот ваша активация, она должна быть направлена на то, что вы увеличиваете во время активации количество френдов. Потому что вот когда у вас такая вот стабильная деятельность, да, в эти моменты ваша постоянная аудитория растет очень медленно. Аудитория ваших каналов, она растет только в период активации. И поэтому всегда, если это Facebook, то перед тем, как принять участие в конкурсе, пользователь должен лайкнуть вашу страницу. Или если в Twitter, то ставьте в условный конкурс, подписаться на наш аккаунт. И следующий пункт, последний, да, следите за тем, чтобы приходила только именно ваша царь, те, кто вам интересен. Если вы раздаете что-то на шару, какую-то халяву, то придут халявщики, придут профессиональные призоловы. И они подпишутся, станут вашими подписчиками, но потом никакой пользы от них не будет. То есть, сделайте такую активацию, предложите такую награду, которая будет интересна именно вашей целевой аудитории, чтобы пришли правильные люди, чтобы большинство людей, которые присоединятся к вам, они были заинтересованы именно в вас и стали потенциальными вашими клиентами. То есть, были потенциальными клиентами, они стали вашими клиентами в будущем. И практически у меня все? Да, у нас... Я готов выслушать вопросы и ответить. У вас есть время на два вопроса. Пожалуйста, вот один вопрос. В общем, кратко, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Олеся и Форфорс. Скажите, пожалуйста, какую вашу активацию в Microsoft вы считаете самой лучшей по качеству? То есть, по качеству аудитории, которая пришла к вам, которая сейчас увлекается и, возможно, даже покупает. Мы продажи не ведем через страницу, поэтому даже не скажу вовлечениях. Я думаю, что Microsoft Word — это наша самая успешная активация. Но сказать насчет качества, я не могу и проанализировать качество той аудитории. То есть, когда была активация, когда она закончилась, аудитория была активная. То есть, сейчас это уже те люди, которые сложно выделить. Те, кто у нас активен, это люди, пришедшие по той активации или по какой-то другой. И последний вопрос. А, вот здесь вот. Вопрос следующий. На Microsoft Word работают не только с конечными потребителями. Какой у нас опыт увеличения социал-медиа и B2B? Плохой. Мы пытались открыть сообщество в Facebook для бизнеса. И мы какое-то время помучились с ним, там собралось по 100 человек, и мы его потом закрыли. То есть, Facebook — это очень хорошая платформа, на мой взгляд, для B2B-коммуникации. Возможно, мы не смогли найти то, что нужно этим людям. Стоит попробовать LinkedIn, если говорить о соцмедиа. Я думаю, что корпоративный блог, на самом деле, основная вещь на B2B-рынке. То есть, соцмедиа, они не очень подходят для B2B-коммуникации, потому что в B2B-рынке обычно очень низшая сегментированная аудитория. То есть, это точечные люди, которые есть где-то, но как их собрать в одном месте, чтобы их было статистически интересное количество, это очень сложно. То есть, и B2B-продажи, они обычно по-разному проходят, но обычно сложнее, чем B2C. И там есть несколько низпринимающих решения. Все они тоже сидят на разных платформах, и вообще они не сидят на платформах социальных медиа. В каждом случае, в каждой компании нужно отдельно рассматривать и анализировать. И для многих YouTube-компаний соцмедиа вообще не будет канала, где стоит вести коммуникации. Спасибо большое, Максон. Благодарю. Спасибо вам. Спасибо.